Сегодня будет плохой обзор, то бишь обзор чего-то хорошего. А если конкретнее, обзор фильма, который лично мне нравится и который частенько мелькает у меня в других обзорах в виде вставок. Честно говоря, я пересмотрел этот фильм в своё время не знаю даже какое количество раз. Ну и выпросили обзор этого фильма, а после реальных пацанов хочется поговорить о чём-то приятном. Поэтому, как говорится, все карты сошлись. Итак, фильм Хаттабыч. Напоминаю, что в рубрике «Плохой обзор» бывают видео разных форматов. Стёбный или более серьёзный. Как, например, в случае с фильмом «Текст». Или вот как сегодня будет более, так скажем, ностальгический обзор. Тем, кто не видел этот фильм настоятельно, рекомендую с ним ознакомиться. В обзоре, к слову, конечно же, не обойдётся без спойлеров, поэтому будьте осторожнее. Вообще, если говорить так в целом, этот фильм в каком-то смысле уникальный. Сейчас объясню почему. Я знаю, что этот фильм много кому на самом деле не нравится. И вот с чем, по моему личному мнению, это связано и в чём его уникальность. Чуть более старшим людям он может не нравиться по причине того, что такой персонаж, как Хаттабыч, знаком им по замечательному фильму 1956 года под названием «Старик Хаттабыч». Или по повести, к которой мы ещё вернёмся. Поэтому этакое нововидение или перерассмысление им в те годы, когда выходил фильм на экраны, могло не понравиться. Следующие нелюбители этого фильма чуть более молодое поколение. Попьём нахрен! Люди, которые родились тогда, когда я и ребята моего возраста были школьниками. Именно тогда в мир подростков начал активно проникать интернет. Это были те самые, без преувеличения, легендарные 2007-2008. Причём интернет был тогда не такой, как сейчас. Это было нечто совершенно иное. Тогда в интернет ещё не пришли совсем большие деньги. И это была действительно территория полной свободы и полнейшего безумия. Я уж не буду вспоминать какой-нибудь удавком, но чего стоила лишь одна упячка. Длилась эта эпоха на самом деле не так уж и долго. Потому что всё это очень и очень быстро развивалось. Появились соцсети, которые быстро завоевали популярность. Убили чаты, практически убили форумы и так далее. Сильно углубляться в ностальгию, так скажем, я не буду. Для этого у меня есть отдельный канал с подкастами, где, кстати, вот совсем недавно вышел новый выпуск. Кому интересно, можете перейти по ссылке в описании и ознакомиться. Это такая небольшая интегрированная самореклама. Пишёл ты нахуй разом со своим каналом. Так вот, люди, которые не застали это время в сознательном возрасте, тоже не очень понимают и принимают этот фильм. И, возможно, он им не интересен в такой мере, как, например, мне. История же самого фильма, конечно, уходит куда дальше и глубже в историю, чем в 2007 год. История фильма, а вернее персонажа, берёт своё начало в далёком 1938 году. Именно тогда вышла в свет повесть под названием «Старик Хатабыч» за авторством Лазарь Лагина. Довольно известного советского писателя. По некоторым данным, вдохновлялся он повестью английского писателя под названием «Медный кувшин». Рассказывает сказка о том, как пионер выловил из Москва реки кувшин. Женька! Смотри, что я нашёл! В котором, как оказалось, был заперт джин. Джин, конечно же, оказался добрым, но мало осведомлённым о реалиях того времени и того мира, в котором он оказался. Поэтому пионер всячески учил и рассказывал старику о советском мире. Можно даже сказать, делал из него настоящего советского гражданина. А ты ведь даже ещё читать не умеешь. Так научись меня всем этим наукам, мой юный балда. Как ты сказал, кто это балда? Конечно же ты, ибо ты не по годам мудр. Знаешь что, Хатабыч, не называй меня больше балдой. Чиню твою скромность, о Волька. Так скажи же, научишь ли ты меня этим наукам, дающим человеку, такую волшебную силу над вещами? Я ещё сам не все знаю. Так объясни мне то, что ты уже знаешь. Только, чтобы аккуратно готовить уроки. Да-да-да-да. По рукам! Затем, уже в 2000 году, выходит сказка под названием «Медный кувшин старика Хатабыча» от Сергея Кладко, известного также под псевдонимом Сергей Обломов. Это было этакое переосмысление повести. И вот уже по её мотивам в 2006 году и выйдет фильм «Хатабыч». Ты чё делаешь? Он на меня рычал. Ты кто такой вообще? Джин. Ну как же я сразу не догадался? Типа Хатабыч. Хатабыч, Хатабыч. Называй меня как хочешь, мой повелитель. Ага, если ты Джин, докажи это, яви чудо. Эй, 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 всё, всё, верю, верю. Что мне кажется нужно отметить в первую очередь, это актёрский состав. А конкретно Владимира Алексеевича Толоконникова, который, наверное, и, как говорится, сделал этот фильм. Я не могу представить себе никого другого в этой роли, кто смотрелся бы настолько органично. И насчёт актёрского мастерства. Честно, я впервые, когда смотрел этот фильм и не вдавался в подробности, я даже не понял, что это тот самый человек, который не менее блестяще сыграл в фильме «Собачье сердце». Документ, Филипп Филиппович, мне надо. «Документ? Чёрт, а может быть это как-нибудь...» «Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать». Что касается остальных актёров, это и нехорошо, и неплохо. В целом, актёрская игра на среднем уровне ничего восхитительного, но и при этом на том уровне, когда ничего не раздражает, что для обычной комедии, в принципе, не так уж и плохо. Если ссылаться на некоторые источники, на главную роль в этом фильме пробовался Павел Воля. Не знаю уж на какую из главных ролей. На роль Гены или Хаттабыча, или, возможно, какой-нибудь неведомой херни. Я не знаю. Я знаю только одно, что хорошо, что его здесь нет. Короче, как говорится, красавчик. Вытянул весь фильм своим отсутствием. Сюжет же этого фильма, по сути, строится по тому же принципу, что и оригинальная повесть. Но вот только так, как Советского Союза больше нет. Джину предстоит изучить премудрости современного мира и современной эпохи. Относительно тех лет, конечно же. Скажи, что это за птица? Так чудесно поёт. Да это сигнализация. Перед этим, конечно, стоит отметить, что создатели довольно лихо вплели в сюжет несколько разных персонажей из разного, но общего, мира интернета тех лет. Здесь и девчонка, завсегдатая онлайн-чатов. Это Алиса. Её псевдоним, естественно, Селезнёва. Она видит себя такой и больше всего на свете любит чаты. Приветики, чмок. Приветики, чмок. Приветики, чмок. Покки-покки-покки-покки. Вот так вот. Вроде взрослые люди, а мозгов нет. И заядлый геймер с интересной историей любви, кстати. Значит, полгода вы с ней рубились, посетив компьютерные игрушки. И ты всё это время утверждал, что у тебя есть девушка. А теперь выясняется, что ей 12 лет. Охуительно. И хакер. Главный герой, который взломал сайт Майкрософта. Ну, чья-то задница. И что? Ты посмотри, где эта задница. У тебя на мониторе задница. И я не вижу в этом ничего умного или интересного. Извини. Ты на адрес, на адрес посмотри. Microsoft.com По ночам снятся такие темы, что лучше вообще не спать. Это ты взломал сервер, господень. Слышь, псина. Что, кстати, и дало старт одной из сюжетных линий. В целом же, весь фильм, вернее, его сюжет, не старается зацикливаться именно на всей вот этой компьютерной истории. Или, так скажем, околоинтернетовском движении. Здесь вообще вплетено много разных историй, которые, к сожалению, стоит отметить, не раскрыты в полной мере. Но, тем не менее, создают некую динамику повествования. Здесь и довольно интересная история с гопниками, которые, кстати, поданы именно в юмористической, карикатурной даже, в хорошем смысле, манере. Давай перекачивай! Чего перекачивать-то? Ты чё, тупой? Первый раз за компьютером? Давай не придуривайся! Деньги из банков качай! Быстро! А сколько качать-то? Чё ты тупые вопросы задаёшь? Миллион качай. Готово! Деньги отправлены вам по имейлу. Опа! Молодец! Никаких денег на ваш счёт не поступало. Тогда ещё вопросик. А деньги по имейлу долго идут? Ха! Таня, слышала? Деньги по имейлу! Вот бутоны кнойные! Поэтому их образ и их поведение вызывают улыбку, а не отвращение. История о том самом взломе сайта Microsoft, которая впоследствии превратилась в небольшое детективное расследование. Окей. Хорошо. В таком случае будем работать по отдельности и посмотрим, кто найдёт его первым. Ну а затем всё это перетекло в любовную линию. Также здесь присутствует и история с довольно неожиданным антагонистом. Этаким злым джинном. Шайтанычем. Который не исполняет желания, а наоборот не даёт желаниям сбыться. Хочешь торговать? Спроси меня как. Хе! Размечтался! Ещё полгода никакого секса! Ладно, у меня дел полно. Как таковых шуток в фильме, если быть объективным, не так, чтобы уж прямо сильно-то много. Знакомьтесь, Хатабыч, джинна с кувшина. Скажи мне, что ты курил, и я скажу, кто ты. Хотя есть и пример того, как, например, нужно подавать шутку, основанную просто на каком-то дурацком выражении. Бей! Всё, что пожелаешь. О, доблестный муж. Японский магнитофон. Ну, экстрасенс! Хе-хе-хе-хе! Ну-ка, научи, как ты это делаешь, а? Третье. Ты уже научился. О! Японский магнитофон. То есть, вы понимаете, да? Шутка полностью не строится только лишь на одной самой этой фразе. А ещё и на самой ситуации. И, конечно же, отыгрыше. Никто не пытается нас насмешить просто этой фразой. Большая же часть всего юмора строится на этакой а-ля сатире. И высмеивании, и подшучивании. Над, наверное, не всем понятными штучками. Ну, например, достаточно забавно продемонстрированы обитатели форумов. Сейчас я тут с духами в онлайне посоветуюсь. А сегодня мы с ней встречаемся. Кто что посоветует. Покажи ей, что ты крут. Будь настоящим мужиком, не таким, как все белые. Главное, казак-то взрослее. Покажи ей, что ты взрослый. Зажги китайский бумажный фонарь. Это так романтично. Накачай её пивом, пусть нажрётся. Покатай на машине, пригласи домой. Будь с ней настоящим мачо. Всё ясно. Покатай на машине, накачаю пивом. Также мне нравится, как через взгляд самого Хатабыча переданы премудрости цивилизации. На которые мы даже не обращаем внимания. Всё это давным-давно стало обыденностью. Японский магнитофон. Как сильно изменился мир. Странные у вас деревья. Здравствуй, дерево! Молчит, здороваться не хочет. Ну и сам образ Хатабыча неплох. Знаете, такой добрый старикашка, который как путешественник из прошлого. Ну вернее, не как, а так и есть. Я знаю то, чего не знают ваши, даже самые учёные-мужи. Например? Земля имеет форму шара. В последнее время у меня от шара-юбов начинает бомбить. Тари-Челли что-то там открыл, доказал. Да пидор ваш, Тари-Челли. Ничего он не открыл, ничего он не доказал. Я могу научить тебя, как найти путь к сердцу женщины. Ну давай, научи. Скажи ей. О прекрасная! Твоё тело гибкое, словно дикая серна. Кожа нежная, как голубка. Волосы твои, как дивные водопады. Сосцы твои. Так, Хатабыч, на сосцах давай остановимся. Благодаря тому, что сюжетные линии довольно умело и, что немаловажно, довольно талантливо перемешаны, поначалу фильм, примерно до середины, летит, что называется, на одном дыхании. А вот под конец, как по мне, когда создатели немножко пытаются уйти в сторону то ли драмы, то ли боевика, всё становится не так уж радужно. Темп и ритм повествования как-то чуть-чуть спадает, что ли. И, если честно, я когда пересматривал этот фильм перед обзором, так как я уже знал, чем он закончится, мне захотелось перемотать снова на первую минуту и лучше ещё раз пересмотреть начало, а не смотреть финал фильма. В очередной раз неизвестным хакером был атакован сервер компании Майкрософт. Хакер-сервер. Бред какой-то. Да они там ламеры, блин. Они известный хакер. Это я, между прочим. Круто, да? Но стоит отметить, при первом просмотре это было более чем смотрибельно. И даже интересно. К слову, сама вот эта финальная битва Шайтаныча и Хатабыча, забег по интернету. И имитация игры выглядит вполне неплохо даже сейчас. Ты проиграл, ибо моим учителем был великий геймер. Некоторые в этот момент, наверное, скажут, ну не, выглядит как-то не очень. Но обратите внимание на то, что этот мультик имитирует графику из компьютерных игр тех лет. И кто помнит ещё те игры, это практически ведь один в один. Могу сказать, что мне и по сей день нравится этот фильм. Конечно, сейчас он уже не воспринимается так, как раньше. Но он всё равно остаётся, по моему мнению, хорошим. Я не мог помочь Хатабычу найти страну джинов. Потому что страны джинов нет. Зато есть интернет. По-моему, интернет ничем не хуже. Там тоже не надо исполнять чьих-то желаний. И можно бесконечно валять дурака. Так что если вы в интернете, и с вашим компьютером происходят странные вещи, знайте, наверняка это дело рук Хатабыча. Но вот если фильм «Хатабыч» советского производства был скорее рассчитан на детскую аудиторию, ну то есть совсем на детей, то вот «Хатабыч» 2006 года более ориентирован на аудиторию подросткового возраста. 16-20 лет. И в принципе, такой фильм подросткам, по моему мнению, не стыдно показать. Это хорошая, лёгкая комедия. Не без изъянов, конечно. Если честно, я бы, наверное, мог сделать из этого именно обзорно плохое. Но не вижу в этом никакого смысла. Честно, не знаю, насколько будет понятен и интересен данный фильм современным подросткам. Могу предположить, что, наверное, не очень. Но если вы 90-95 года рождения, и этот фильм прошёл мимо вас, могу порекомендовать ознакомиться. Во-первых, вы, безусловно, испытаете приятное чувство ностальгии по тем далёким, но таким приятным воспоминаниям. Ну и помимо этого, я думаю, фильм создаст вам хорошее настроение. Не гарантирую, что он вас именно рассмешит. Но я думаю, что фильм таки скрасит ваш вечер. Ну ладно, ещё увидимся. Про сосы не забыть сказать.